Какие у нас есть варианты? Блять, намекает как будто, слышишь? Вот что-то прям намекает, блять. Вполне себе интересно получается, не правда ли? Возможно вы попали на данное видео из-за триггерного названия, мол, обновления, говнища, то еще. Но у меня есть к вам рекомендация, не спешите пока что тратить силы на написание гневного комментария. Просто-напросто гляньте видос до конца, и вы все поймете. По некой традиции наших роликов, мы по данным видосам по классике должны собрать 500 и более лайков. Тогда и мне на душе спокойнее станет. Спасибо. К слову, наушнички приветствуются, потому что в данном видосе будет мат, и его будет много. На самом деле довольно много тем, которые в данном ролике мы с вами осветим. Но опять же напомню, это лично мое мнение, оно может вообще не совпадать с вашим. Особенно хотелось бы обратиться к стендоферским хомякам, которые яро будут в комментах защищать свой шедевропроект. Если в каком-либо видео я укажу, что разраб реально проебался, то обычно дефолтной реакцией будет что-то по типу «Это ты долбоеб, ты нихуя в игре не понимаешь, ливни отсюда нахуй». Благоподобные комменты меня очень сильно забавляют и поднимают очень сильно настроение. Ведь я просто примерно понимаю, кто эти комментарии-то и пишет. Ну как говорится, целевая аудитория. Так, немножко между делом, у меня тут по стендовчику выходят интересные постики у меня в телеграм-канале. Заходите, ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Ну и про наш дискордик, Welcome Squad, тоже не забываем. Можете найти себе тиммейта, друга, напарника, опять же, не забывайте общаться. В основном чате все доступно, пожалуйста, ссылка в описании. Ну и сразу, пожалуй, залетим с вами с козырей. Уже полторы минуты на фоне вы смотрите геймплей, записанный в новом обновлении 0.29.0. В момент озвучки ролика я забыл про то, что надо записать геймплей с новым обновлением. Ведь все-таки нам переделали интерфейс, новые иконки, менюшки. Ну и по остатку переделали некоторые звуки, теперь они звучат более... как-то необычно, что ли? Я думаю, что те, кто успел уже поиграть, знают, о чем я говорю. Перейдем к самому началу. Я захожу в стенд и... Я хуеваю от того, что вообще, в принципе, все поменялось. Начинаю от изменения интерфейса, в принципе, сделанный визуально под Counter-Strike 2. Если что, посмотрите вот на эту фотку и... На паузу поставьте и глазами сверьте две вот эти вот фотографии. Ну что, как оно? Я думаю, что это очень и очень похожие два интерфейса. Тебе не нужно быть на таком в дизайне, чтобы не увидеть здесь схожести в разных элементах интерфейса. Эти два интерфейса, они просто одинаковые. Можете меня немножко поздравить. Поздравить я чуть-чуть, но все-таки настроил... Что это? В общем, я настроил кастомизацию. И был безумно рад, что кликал подряд все кнопки и охуел с вот этой вот штуки посередине экрана. Только потом я понял, что это точная стрельба. Это новая какая-то функция, в которой я еще пока не сильно разобрался. Нигде обзоров от Аксели я не видел. Возможно, где-то в статье все-таки описано функциональность этой кнопки. Но знатокам даю шанс все-таки объяснить мне в комментах, что это за кнопка и для чего она в принципе нужна. Спустя некоторое время я все-таки идеально настроил себе кастомизацию и полез в настройки сенсы. Потому что при первом же запуске моя сенса 2.40 вообще никаким образом не походила на мою старую сенсу. Она была пиздецки медленной. После чего на рандом выставил шестерку. Маловато. Поставил 6.50. Ну и самое то. О, к слову по ощущениям, игра стала гораздо приятнее, возможно, из-за новой кнопки вот этого прицеливания. Но опять же, я играю на эмуляторе, так как с айфона мне неудобно, а айпад у меня банально нету больше. И вот чисто судя по обновлению всего интерфейса и всего вот этого вот дизайна, я без понятия, что могло так сильно повлиять на скорость сенсы. Впрочем, это уже не так важно, потому что мне сейчас комфортно на сенсе 650. Да, конечно, для мобильных устройств, возможно, это ёбнутая сенса, но для ПК-юзеров, как я, это вполне адекватная сенса. Хотя тоже большая, потому что раньше у меня была около тройки сенса. В общем, посмотрим. Да, пока так. Насчет этой темы мне интересно больше у вас узнать, как у вас что поменялось. После обновления у вас стали какие-то проблемы сенсой или, наоборот, всё стало ещё более плавным. Блять, короче, фидбэк напишите в комментах, потому что меня реально интересует, что, в принципе, в апдейте у большинства произошло. Если у меня всё заебись и я подобрал себе нужные настройки, это ещё не значит, что у остальных тоже всё охуенно. Поэтому, пожалуйста, остановись, напиши коммент и, в принципе, продолжай спокойно смотреть данный ролик. Кстати, на данном моменте можешь ещё и лайкос поставить, мне будет приятно. Забыл вам уточнить одну маленькую интересную мелочь. Когда я настраивал себе кастомизацию, а именно, когда первый раз зашёл в обновление, я хуел от одной штуки. И вы сейчас поймёте, о чём я. Блять, ну и хуйня, блять. Исправьте модельку, дебилы, она огромная, блять. Почему у меня прицел... А почему у тебя, кстати, там 110 в руках прицел есть? Да это чё за хуя? Так это чё вообще сейчас убавлю, потому что... И бой был. Подожди, а с Амиком не было прицела? Я не по... Не было? Сори, нету. Чё, блять? А это теперь не снайперская винтовка. Ну-ка, подожди, достань М40, М40 достань. Всё, это не снайперка, это просто плётка, блять. Ру. Когда я осматривал оружие, а именно случайно мне как-то в руки попалось М110, я охуел от наличия прицела на данной снайперской винтовке. Помимо этой снайперки у нас есть ещё и М40 и АВИК. Но при этом на данных пушках прицела как такового и нету. Но, есть одно небольшое но. Если мы посмотрим видос Вели, где он делает обзор на режимы, то заметим, что у него в видосе есть прицел и на АВИКе, и на М40. Нихуя себе новость. Как бы да? Вот это вот перекрестие, которое... Ну смотри, то есть я играю с пистолетом, у меня есть прицел, всё нормально, я беру АВИК, у меня прицел остался. И нет, ребята, это не баг, это не баг, я спрашивал у разработчиков. Это не баг, дамы и господа, это да, теперь на АВИКах будут прицелы. На АВИКах, на М40, теперь будут прицелы, чуваки, да, будут прицелы, всё, теперь мы, теперь мы со снайперками играем с прицелами. Я, ну честно говоря, вот это я не выкупаю. Теперь как будто если ты играешь хорошо с М40, ты теперь как бы, ну, ну не крутой, потому что у тебя есть прицел, ё-моё. Наверное, в отделе там творился пиздец, что они таки думают, блять, прицелы добавят на все снайперские винтовки, это, наверное, борщимый пиздец. Поэтому давайте оставим на М110, похуй, это плётка, что с ней и так не играют. Вот добавим прицел, хотя бы начнут играть с ней. Но, к слову, она и без прицела охуенно стреляет по ебальникам. С прицелом же наводиться на головы противников вообще проблем не составляет. Я не знаю, зачем они добавили вообще эту функцию прицела, блять, на снайперских винтовках. Вы чё, ебанутые? Из не менее интересного и такого же ебанутого, это новый летний проходной режим. Нам снова же вернули и переделали старо-новые пушки. Если вы играли раньше в Space Vision и застали то время, то наверняка вспомните некоторые пушки с того времени. Помимо старо-добавленных пушек, нам переделали карту Бриз и добавили на неё разрушаемость. Особо геймплей на это никак не сказывается, просто в самом начале разрушаешь вот эти стенки и они до конца катки вообще никак не восстанавливаются. Ну, как говорится, добавили и добавили. Говорить что-либо на тему пасса желание отпадает. Потому что это очередная яркая пёстрая хуйня для малолетних дебилов. Которые, когда узнали, что голд пасс теперь продаётся не только за рубли, а теперь и за голду, за 900, теперь будут продавать свои ебаные ножи за копейки ради ещё одного ножа, который они продадут за копейки. Блять, в чём логика? Возможно, акселя думают, что это как-то повлияет на экономику рынка. Поживём, увидим, ёпта. Ах да, раз я затронул рынок, значит, надо затронуть новые пазлы. Блять, понять бы мне эту механику. Покупаешь пазлы 900 голды, получаешь ебочие коробочки, открываешь. Если тебе везёт, то ебать ты крутой, если тебе не везёт, ебать ты лох. Ну, собственно, логика такая. С помощью этих пазлов, собрав 10 штук тех или иных пазлов, а именно по качеству, по раритетности, блять, по итогу ты получаешь какой-либо скин с этим качеством. И, к слову, далеко не любую аркану ты можешь получить. Собрав 10 пазлов, ты получишь скины, которые именно вот здесь вот находятся. Скины там, конечно же, не самые выгодные, не самые лучшие. Ну, если тебе всё-таки хочется попытать удачу, то копи 50-60 тысяч голды, а может, этого в дальнейшем меньше. Пазлов, опять-таки, со временем становится больше, и цена на эти пазлы падает. Конечно, ну, как иначе? К чему я вёл? А, к тому, что сейчас в данный момент самое выгодное это Nemless, потому что, потратив 50-60 тысяч голды, есть у тебя шанс небольшой получить около сотки. В общем, пока что способ рабочий, но мало кто, блять, сможет рисковать 50-60 тысячами голды ради какого-то шанса на получение керамбита голда или авик АТХ, собственно. Либо это очень богатые и, собственно, ебанутые люди, либо это просто ёбнутые нахуй люди, и всё, в принципе, на этом. А обнова, в принципе, получилась неплохая. Опять же, тонну багов, но это по классике уже. Читверов пока не видел, но это, опять же, из-за того, что я играл в 3 часа ночи, пиздюки си спят, ну и далеко не в матчмейкинг я ночью играл, а играл в ебучий командный бой и гонку вооружения. Там софтов нету, ну и откуда им там быть-то, блять? Матчмейкинг совсем скоро мы с вами затестим на моём стриме, поэтому не забывайте подписываться на телеграм-канал, там будут новости о будущих видосах, о будущих стримах, естественно. Ну и же есть, когда по кайфу, блять, тоже посты туда классные выкладываем, так что подписывайся. Ну и, конечно же, как ты мог забыть? Про ДС, сервачок, не забывай, ссылка тоже в описании, если тебе нужно найти тиммейта, напарника или клан. Видос подходит к концу, и уже явно пора поставить лайк на данный видос, подписаться на канал с уведомлениями и написать свой великолепный комментарий. Ну а на этом всё, желаю вам удачных каток, ну и пока! Субтитры сделал DimaTorzok